Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Сегодня у нас обзор по фарфору. У нас для вас, у меня для вас обзор по фарфору. Вот такой красавчик, мальчик, футболист. Юный динамовец он называется. Мальчик с мячом. Эмблема D это динамо. Ну, естественно, мяч. Естественно, гетры, бутсы. Он футболист. Что хотелось бы сказать. Ролик будет называться «Сколько стоит ваш фарфор?». Давайте развенчаем мифы по цене на это изделие. Вот у нас есть каталог, друзья. Вы видите цену. Цена, вот это тот же самый мальчик. Ну, производитель хорошо другой. Это ДФЗИ, Дулевский фарфоровый завод. Но был у меня и точно такой же барановский производитель с клеймом «Барановка». Он чуть-чуть дешевле. Но что мы видим здесь? 800. Друзья, нереально. Я думаю, кто занимается фарфором, тоже поспорят. Цена неправильная. То есть, не знаю, для кого, для чего, с какой целью создавался. Я думаю, для привлечения в данном случае к каталогу. Это каталог такой неполный. Он, скажем так, бракованный. Его не закончили. Вот, ну, я такой купил. Там набор просто страниц. Но это оригинальное, не репринтовое издание. Оригинальный принт, оригинальная полиграфия, мелованная бумага. Друзья, ну вот так. Первый миф развенчали. Он стоит порядка, ну, там, 30. И то это много условных единиц. Но не 800. Но не 800. Обращаю внимание. Вот вы видите его вживую. И на полиграфическом изображении. В каталоге. 11 сантиметров, 50-е годы. Все правильно. Барановка. Высший сорт. Первый сорт. Значения не имеет. Его цена 30 максимум. Даже их и по 15 продают. И по 20 продают. Классная, красивая фигура. Но она встречается. То есть, ни о каких 800 речь не идет. Если вы обладатель такой фигуры. Или, друзья, если сомневаетесь, пишите. Ваши, может быть, проходы вы там продавали. Может быть, я чего-то не знаю. Но я из своего опыта делюсь с вами. Вот такой тоже важной, на мой взгляд, информации. Сказки не рассказываю. Я рассказываю лишь сухие факты. Вот здесь несоответствие. Фигура стоит в несколько раз дешевле. Как не прискорбно это озвучивать. Но вот так. Обычно мы хотим услышать, знаете, как бы, видеть всегда в руках журавля, а не синицу. В данном случае у нас синичка. Очень красивая, достойная. А вот это журавль, который не соответствует действительности, друзья. Ну что, на этом все. Пишите ваши комментарии. Очень жду отзывов, ответов по этому видео. Мне очень интересно ваше мнение. Что вы мне скажете. Информация правдивая. Жду ваших комментариев. Друзья, на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok